Привет, друзья! Тут писем накопилось много в комментах. Посоветовали, например, один из участников Школы Человек-большего Homo Futurus назвать эту часть следующую «Идеальный собеседник». Ну, можно так, потому что в предыдущей части я рассказывал, там и был целебный монолог, и целебный диалог, и монолог-диалог. В общем, мы искали, как назвать на самом деле эту методику, потому что это когда человек... Смотрите, как хорошо одна дама выразила, она написала, «Как вовремя я получила это, потому что на душе и так тяжело, а поговорить не с кем». И вот вдруг открывается возможность такая, когда человек может выговориться, высказаться, причём собеседнику, в собственном лице. Ну, человек же относится к себе как к исключительности, и при этом, когда он высказывается, происходит много чудесных явлений. Вот я вам сейчас почитаю. Это удивительно просто. Оказывается, то, что я придумал, оказывается, я давно использую частями. Вот, например, я вам сейчас прочитаю. Дорогой Хосе Магаджи, ну, понятно, благодарю вас. Скажите, пожалуйста, а такое письмо нужно только в состоянии нуля писать? Ну, письмо писать имеется в виду выговариваться. Или можно в любой удобный момент, когда будет потребность. А вот следующее. Как вовремя я включила ваше видео, как раздумала, как отучить себя от ботливости вредной и ненужной, когда дома одна намолчишься, автописьмом давно пользуюсь. Но этот ваш совет просто супер. С благодарностью и любовью к вам и вашему целительскому щедрому. Низкий поклон. Ваш опыт бесценен. Ну, и следующее, посмотрите. Великолепно, Хосе Магаджи. Вы неисчерпаемы. Вспомнил, что в юности тоже иногда беседовал со своим отражением. А еще помните из русских сказок «Свет мой зеркальце скажи, да всю правду расскажи, я и на свете всех милее, всех румяней и белее». Следующее. Спасибо, Хосе Магаджи, за прекрасный совет. Буду создавать себе помощника. Да, это так просто, доступно и, главное, полезно. Особенно для нас, ваших ровесников. Живите долго, счастливо, дорогой, любимый доктор. Следующее. Получается, включаешь камеру без записи и болтаешь сам с собой. Гениально. Хосе Магаджи, благодарю за идею, самоисцеление. У вас, как всегда, все методы доступны и просты, и с днем рождения у вас. Ну, спасибо, спасибо, друзья. Всем, кто меня поздравил, огромное сердечное спасибо. Дальше, ПС. Можно принарядиться, подкраситься, снабдить себя какими-то наглядными материалами, ну, чтобы себе хорошо объяснить ситуацию на повестке и в путь. Так, следующее. Добрый день. Лет 30 назад, когда еще не было телефонов и компьютеров, я использовала метод разговор с зеркалом. Я сидела перед зеркалом и задавала себе вопросы, которые меня волновали на тот период жизни. Реакция была удивительная. Сначала ответов не было, было трудно смотреть себе в глаза, а потом пошел диалог. Я от себя получал ответы на свои вопросы. Я рыдала, не зная, сколько это продолжалось, но я смогла договориться с собой, успокоилась. С меня свалился груз. У меня появилась уверенность. Жизнь стала меняться в лучшую сторону. Больше у меня такого разговора с собой не было. Теперь это можно делать с помощью телефонов и компьютеров. Спасибо большое, что напомнили о такой возможности. В одном из роликов, Хасай, говорили, что именно без пауз, что заменять можно 2 или 3. Я так помню. Если выговаривать негатив, то я заменяю паузы матом. Мне это помогает снять напряжение еще лучше. Кому-то ближе 1, 2, 3 или ля-ля-ля. Этот ролик пока не смотрел. Ну да, теперь посмотрите. Сейчас я прекращу читать эти комменты. Они просто великолепны. Это обмен опытом. И вы, которые смотрите сейчас этот ролик, или потом будете смотреть записи, вы почувствуете, что как много людей нуждаются в беседе. И вот когда предоставляется такая уникальная возможность говорить все, что ты хочешь, совершенно не задумываясь, не боясь, не редактируя. Да, никто тебя не услышит. И ты вот говоришь, говоришь, говоришь. И самое главное говорить так потоком, чтобы между словами не было перерывов. Если вам нечего сказать, что приходит в голову, допустим, вы не знаете, что сказать, чтобы поток не обрывался, говорите ля-ля-ля, или раз, два, три, или пять, шесть, восемь, что-то заполняйте этим фразом. Это секрет техники потока. Потому что когда вы выговариваетесь, вы по существу моделируете ситуацию, когда человек получает колоссальное облегчение, придя к хорошему психотерапевту, к хорошему психоаналитику, как я говорил в прошлых роликах, тот наводит его внимание на больную точку, то же я и тот начинает говорить, 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 выговариваться. Вот это его и лечит. Да, мы не лечим никого, мы не клиника, но просто я даю совет. Вот как я, например, взял, включил компьютер, нажал эту программу, где фотоаппарат у меня, который записывает для загрузки потом в Ютубе, чтобы я выдал ролик. Смотрю на себя сейчас. Да, вот смотрю на себя и выговариваюсь. Вы помните, я в одном из роликов говорил, вот если у вас нету даже звука, говорите, то есть у вас нет сил, допустим, говорить, выговариваться. Если вы можете только шепотом, говорите шепотом. Мне такой вопрос задавали в комменте, я сразу на все вопросы отвечаю. А сегодня в 2 часа вечера на бесплатном ликбезе я буду отвечать на вопросы уже в зуме. Это очень важно, потому что вы на всю жизнь можете освоить эту методику, и потом, когда достигнет вас такая трудная ситуация, когда вы будете в страхе, вы будете в безнадежности или в каком-то состоянии, где вам нужна опора. Опора – это человек. А вы сами для себя идеальная опора в данном случае, если никого рядом нет, с кем вы можете выговориться. Нет психотерапевта, нет психоаналитика, нет мамы, нет папы, нет сестры или брата, или дочери, или сына, или внука, но вы не можете кому-либо высказать. Включаете, как я, смотрите на себя, любуете собой, и говорите, и говорите, и говорите, и говорите, и говорите, и говорите. Тут соединяется эффект психоанализа сразу, да, тут соединяется идея поточного мышления за счёт того, что я вам сказал, как надо выговариваться, чтобы не было перерывов между словами. Тут много чего соединяется из самых разных техник и методик, из самых разных приёмов психологов. Я тут всё соединил, все вот эти механизмы в один компактный механизм. Когда вы смотрите на себя, начинаете, может быть, с того, что вы говорите не тем голосом, у вас нет сил, допустим, даже шёпотом. Я вот как-то рассказывал об этом, что когда вам плохо, вы можете ходить по комнате, а сейчас вы можете это делать, глядя на себя в экран или в телефон. Говорить плохим голосом, не очень хорошим, говорить там вяло, говорить почти шёпотом, говорить почти без голоса, тем самым вы делаете самоадаптацию. То есть вы не напрягаетесь, а просто говорите, как есть, по звуку. И вот получается, что когда вы произносите слова без усилия над собой, а именно как вы можете, то есть синхронно, резонансно своему текущему состоянию, обратите, пожалуйста, на это внимание, то вы заметите, когда вы начинаете почти шёпотом выговаривать, то через несколько минут, две, три минуты пройдёт, вы заметите, как снимаются зажимы нервномышечные, как снимаются блоки ума и тела, как появляется раскованность, как появляется голос, силы появляются, потому что вы произвели самоадаптацию, то есть нашли ту форму выговаривания, когда вы совершенно без всякого насилия над собой не тратите энергию, потому что вы в основном тратите свою энергию на преодоление каких-то проблем, на преодоление противоречий, на то, чтобы пытаться согласовать течение психических, физиологических процессов целостности, а в данном случае не надо, ну нет у вас голоса, ну и говорите без голоса, и потом заметьте, через несколько минут петь хочется, это удивительно, это чудесно, вы проверяйте, проверяйте, или, например, мне там написали, что я, говорит, сама от себя не ожидала, села с тусклым взглядом, я почему на этом акцентирую, обратите внимание, вся такая в таком удрученном состоянии, решила попробовать то, что вы советовали, стала говорить, стала говорить, потом вдруг заметила, что глаза сияют, потом я стала смотреть по сторонам, посмотрела на часы, стрелки вижу четче, зрение стало яснее, это случайность или это правда, разве так может подействовать, вроде бы ничего не сделать, да может, конечно, потому что вы сняли напряжение, улучшили кровоток мозга, кислород в клетке мозга пошел, 15 миллиардов клеток мозга, даже еще больше, стали наполняться запасом питательных веществ, вместо адреналового, мобилизационного состояния, в котором вы находились, тревоги, в каком-то напряжении, в неопределенности, не знали, что делать, как делать, искали точку опоры, теперь вдруг вместо адреналина пошел эндорфин, пошло такое прекрасное ощущение, это называется нирваническое состояние, нирваническое, такое приятное, и голова становится как бы пустей, пустой, такое состояние душевного благоденствия, блаженства, потому что на душе наступает покой, глубочайший душевный покой, а в этом состоянии все и начинает происходить, самое главное таинство, восстановление истощенных и нарушенных функций нервной системы, психики и организма, и происходит согласование психических, физиологических процессов, вот оно где начинает происходить, наконец, вы начинаете обновляться, как будто заново родились, это интересное явление, давайте почитаем дальше, что было, несколько уточняющих вопросов, выговариваться надо без пауз, или если была пауза, говорить раз, два, три, ну это я уже сказал, стадию после действия потом надо делать, всегда или после первого раза только, о, уже знают, после действия, мы говорили о том, что первые дни, любые приемы, когда вы делаете, допустим, даже вот вы делаете хлёст упражнения, или лыжника, или шалтай-болтай, или дирижирование, после любого упражнения, где вы подбираете то упражнение, которое вам подходит, потом надо сделать стадию после действия, то есть надо сесть, сделать взгляд рассеянный, пустить мыши на самотёк, думать о чём думается, и если вас покачивают, покачиваются, покачиваются, и найдёте при покачивании такое вот удобное положение, ну, как будто на лодке плывёте, и вас покачивают, и так покачивают, и так покачивают, как-то в нескольких координатах, так, чтобы вы нашли комфорт, да, и вот так двигайтесь, или вот так двигайтесь, или вот так, или из стороны в сторону, или по кругу, ну, как будто на лодке плывёте, вот она покачивается на волне там, на лёгкой, И вот вы находите, и когда вы находите комфорт, это самое то и есть. Это, как говорится, наше всё. Потому что здесь снялось напряжение, сбросился груз стресса и пошло восстановление. Гармонизация. Так, дальше. Вот это стадия после действия. То есть после приёмов, вот выговорились, 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 потом сядьте, отпустите мысленный самотёк и посидите вот в таком блаженном состоянии. Дальше. Самому себе выговаривается слух обязательно. Можно ли это делать про себя или внутри себя, или это уже совсем другое? Можно. Вы по существу и всегда и делаете это про себя. Называется внутренний диалог. И все пытаются у психологов спросить или читать книжки, как отключить внутренний диалог. Потому что иногда он такой напряжённый, иногда спать не даёт. Потому что там происходит моделирование общения с обществом. Внутренний диалог – это продукт того, что мы социо-биологическое существо, а не просто биологическое. Социо, мы не можем без человеческого общения. А вот чтобы выключить внутренний диалог, как раз таки и нужно его выговорить. А вы знаете, когда вас поднимают вдохновения? Когда вы встречаетесь с человеком, с собеседником на уровне синергетики. То есть вы так хорошо понимаете друг друга, так хорошо понимаете. Вот вы что-то говорите, какие-то свои мысли, а он вас поддерживает. И у вас получается синергетический, не конкурентный, а синергетический диалог, когда вы вместе взлетаете. Вот бывает такое. Так вот, оказывается, вот здесь, когда вы разговариваете с самим собой, с любимым, так сказать, вы производите синергетический диалог. Поэтому идеальный собеседник, человек, который вас поднимет. Да, который даст вам точку опоры, даст вам взлететь. А вы представляете, если это вы сами. Если вы несколько раз попробуете опыт вот этого говорения с самим собой, вы научаетесь быть себе психологом, быть себе психоаналитиком, быть себе психотерапевтом, быть себе коучем, быть себе тренером, быть себе духовным наставником, вы многое в себе начинаете объединять. Почему? Потому что оно на самом деле у вас и есть. Да, у вас и есть. Вы просто не знали иногда некоторых правил. Вот я вам рассказываю. Так, а у меня выговаривание получается мысленно про себя. Слух сил нет. Можно молча? Можно, можно. Можно перед зеркалом? Можно. А иногда хочется говорить слух. Развится нет слуха или мыслей? Ну, я уже ответил. Да, именно так и есть. Сил нет начать тихо про себя, даже шепотом истанет. Да, ну, это мы уже отвечаем. Так, теперь слушайте важное. Ну, вот, два захода диалог-монолог были сделаны. Вот тебе так написали. Один перед зеркалом, другой перед камерой. Смешно, если вспомнить. Старалась говорить без остановки, несла всякую чепуху. Когда чувствовала, что автоматически говорение истощается, начинала петь. В ход пошло дирижирование, покачивание для поддержания потока. Лишь бы не задумываться о том, что сказать. Это правильно. Не надо думать, что говорить. Вот о чём думаете, о том и говорить. Вот это точно, вот это я бы хочу обратить ваше внимание. Всё, что в голову приходит. Ну, для этого, естественно, вы должны выбрать такое удобное для себя время. Это не делается на публике. Ну, что вы. Это интимно. Это ваш разговор с самим собой интимный. Понимаете? Это очень интимно. Это ваш секрет, ваша тайна. Это ваша мозговая творческая лаборатория. Это ваш реабилитационный собственный центр индивидуальный. Где вы сбрасываете напряжение, восстанавливаете силы, настраиваетесь перед встречей какой-либо важной. Обретаете уверенность. Если даже кто-то вас напугал или кто-то огорчил, и вы не знаете, чем это кончится. И вы буквально пять минут назад были в состоянии смятения, не знали, чего ждать. А тут вы проговорили про себя вот это, то, что вас волнует. Проговорили, 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 проговорили. Видите, я еще и жестикулирую. Вот так и делаете. Да. Это действие асинхронное текущему состоянию. Да. И вы заметите, что у вас меняется состояние. Буквально через пять-шесть минут вы заметите, что появилась какая-то уверенность. И у вас появилось из ощущения жертвы, куда спрятаться от стресса, у вас появилось ощущение, да вы что, атаковать надо, да вы что. Ну, конечно, надо быть не агрессивным, а, конечно, надо быть в балансе. Агрессивным никогда не надо быть. Но силы у вас будут на всякий случай. У вас будет такой запас сил. Попробуйте. Итак, 20 часов я вас жду. Объявление еще будет напечатано. А вот тут еще одно. Я тоже не очень люблю на камеру, и мне все это кажется неестественным, поэтому я люблю наговариваю на диктофон. Что же не так как-то, но уже легче. Либо люблю наматывать круги на стадионе или парке и выговариваться. Даже бывает не конкретно с кем-то, а просто идешь и кому-то рассказываешь, доказываешь, рассуждаешь. В душе тоже выговариваю, но тихо. Тут супруг заходит и говорит, а что ты, мол, делаешь там? Я говорю, с тобой общаюсь. А ведь действительно, в этот момент я как-то бы с ним и говорил. Правильно, мы все существа социальные, всегда ищем поговорить с кем-то. И когда никого нету, как вот в данном случае я начал с этого, и когда хочется с кем-то поделиться, включайте компьютер или телефон, как селфи, выговаривайтесь, выговаривайтесь, выговаривайтесь. Сколько минут это делать? Делайте так, как вам нравится, делайте все так, как проще. Почему при такой хорошей технике раньше люди этого не делали? Делали частично в разных вариантах. А я просто это все проанализировал, вам же это делюсь с вами, а вы делитесь со всеми. В группах вы делитесь, где вы там участвуете, потому что это может помочь очень сильно, очень многим людям. Вот кто этот ролик посмотрит и сразу вспомнит, как он это делал когда-то, как он делал это мысленно, как он делал это с зеркалом, как он делал это с телефоном. Ну, вспомните, вспомните. И вообще, и вообще, сегодня нужно помнить, что помочь человеку может только человек. При хорошем человеческом отношении. Самое главное, что вы этот человек и есть. Значит, вы сами себе можете помочь. А я вам дал только технику. До встречи, друзья. 20 часов у нас бесплатный любез. Готовьте вопросы. Продолжение следует...